ДИНАМО КИЕВ Ну а мы переходим к играм. 27-й тур начинался с противостояния Боруси и Чайки. В общем-то это был матч таких твердых середняков первой лиги. Была довольно упорная борьба. В принципе изначально тут шансы на успех были равные. Как я прогнозировал, победили больше что одна, что другая команда. Но в итоге верх взяла Боруси, они победили 2-0. Голы забили соляник Кипятаев. Каждый мы ставим по голову. Судя по отзывам об этом матче, после матчевого интервью, ребята играли в свое удовольствие. Без каких-то там особых напрягов. Но, скажем, после этого поединка настроение в Боруси было очень получше. И так они победили 2-0. Мы переходим дальше и следующая встреча у нас была между Самсоном-2 и СССР. Самсон-2 довольно-таки натушно победил. Всего лишь 1-0. Матч из себя представлял такой вот боксерский поединок, в котором один соперник забился в угол ринга и старался как-то обороняться. А другой наносил удары и старался как бы поймать соперника на ошибки. Ну, один раз все-таки это ему удалось. Но в целом вот Самсон в этой встрече то и делал, что пытался набить очень такую шалонированную, насыщенную оборону СССР, который в принципе грамотно держал удар. И ему еще помогала в этот день тяжелая поля на газоне, который мокрый, вязкий, всегда гораздо труднее создавать, нежели разрушать атаки соперника. Но, тем не менее, Самсон проявил волю к победе и победил, как я уже сказал, 1-0. Следующий матч был довольно-таки любопытный и интересный в плане борьбы за верхние места таблицы, распределение итоговых мест. Играли некогда претендент на чемпионство команды «Подол» и теперешний претендент «Сия-2». Тут, в принципе, как бы сенсации не произошло. Победил, наверное, по статусу более сильный на сегодняшний день коллектив. Победила команда Саша Банникова. Но стоит сказать, что этот матч очень и очень интересно развивался. Первыми забили «Подол». И весь первый тайм они ввели, сохраняли преимущество в счете. А в начале второго тайма у «Сия» был удален игрок. Подвел команду «Петрук», который уже, в принципе, не первый раз подводит свой коллектив. В начале второго тайма его удалили. Ну и это, наверное, служило таким, ну что ли, стимулом для «Сия-2». Парни поняли, осознали, что надо наконец-то играть в футбол. Причем играть уже не только за себя, но и за удаленного «Петрука». Они по-хорошему завелись, разозлились. Ну и у них пошла игра. И начали, что самое главное, забивать. Докон сравнял счет, а переломил ход поединка. Ну, наверное, тот, кому и следовало это сделать. Капитан команды Саша Банникова, он забил второй мяч. И после этого «Сия» повела. В меньшинстве они развили свое преимущество. Ну и только под конец матча тут же «Синицкий» из «Подола» немножко размочил счет. И в итоге «Сия» победила с счетом 4-2, заработала очень важные для себя три очка. Они не отпускают, идущий на первом месте, «Арсенал». И выяснение отношений у нас, как и прогнозировалось, откладывается на самый последний тур, не исключено, чтобы все решиться именно через три недели в 30-м туре. Поздравляем «Сия», а мы идем с вами дальше и посмотрим, как же между собой играли «Катанзаро» и «Беев». Тут, в общем-то, все без сюрпризов. «Катанзаро» уверенно победило 6-0. Амализировать ход поединка, наверное, особого смысла нет. Я хочу лишь отметить такой факт, что у «Катанзаро» уже, по-моему, последний четвертый матч подряд забивает игрок по фамилии «Якимец». Известно, что этот парень недавно пополнил ряды итальянцев. Поначалу Саша, с какой-то организатором «Катанзаро» не хотел его брать в свой коллектив, поскольку были какие-то опасения. О его дисциплине, поведении, как он вольется в команду. Но в итоге Саша рискнул, взял. И мы видим, что приобрел хорошего исполнителя, который в важные моменты вручает команду, но и стабильно приносит ей очки, забитые голы. В общем-то, это очень хорошее усиление для «Катанзаро». Итоговый счет этого матча 6-0. И уверенная победа «Катанзаро» и очередные три очка в их копилку. Следующая игра была между старожилами, ветеранами первой лиги. Играли Средневостоки и Аркада. Команды, которые уже ни на что не претендуют. У них была прекрасная возможность просто поиграть в футбол. Играли свои удовольствия, выяснить, кто на данный момент сильнее. А на данный момент их сильнее оказались фиалки. Средневостоки победил 2-0. Но при этом еще у них был удален один игрок. То есть они тоже добыли, как и Сиа-2, свое преимущество, играя в меньшинстве. Каким-то таким характерным получается этот тур. Парни, несмотря на обстоятельства, борются до конца. И в итоге добиваются поставленных и намеченных целей. Победа СНВ 2-0. Следующий поединок был между КЛФК и одним из лидеров чемпионата. Команды Арсенал СНВ 2-64. Тут тоже прогнозируемо одержал победу Арсенал. Они победили 4-1. Но матч развивался тоже достаточно интересно. Сначала на правах фаворита Арсенал завладел преимуществом. Они много атаковали и как результат они забили два гола в ворота КЛФК. Один гол привел капитан команды Евгений Шаталов. А второй гол забил свои ворота Павел Гулык из КЛФК. Но потом достаточно быстро КЛФК отыгралась. Счет стал довольно скользким для Арсенала. И в начале второго тайма в ворота Арсенала был назначен пенальтик, который вызвал бурю негодования и возмущения со стороны канониров. Сразу, естественно, было много высказано в сторону арбитра матча. Но, тем не менее, по-моему, пенальтик был достаточно заслуженный, поскольку игрок Арсенала в сверхштрафной сыграл рукой. Я, честно говоря, в тот момент не понял, с чем не согласны канониры. Но, тем не менее, КЛФК своим шансом не воспользовалось сравнять счет. Пенальтик был нереализован. Дальше по инерции разлученные еще продолжали атаковать. А канониры их довольно умело поймали два раза на контратаках и довели счет до разгромного. В итоге Арсенал победил 4-1. Эта победа, естественно, очень важна для них, поскольку они ведут отчаянную и упорную борьбу с Сио за чемпионство. Так что интрига у нас тут лихо закручивается. Сио и Арсенал откладывают выяснение своих отношений на самый последний момент. Ну а следующий поединок был между Ливерпулем и Фармкоштаном. Он интересен тем, что состоялся не на Ленинградке, а на другом поле. Ребята, учитывая погодные условия, состояние поля на Пражской, решили этот поединок перенести. И довольно неожиданно в этой встрече победил Ливерпуль. Несмотря на то, что, очевидно, играли на поле более привычным и знакомым для Каштана, но вот видите, красные оказались сильнее. Ну а для Фармкоштана это был прекрасный повод посмотреть в деле ближайших резерв новичков команды, что они, наверное, сделали, и организаторы команды получили для себя массу полезной и интересной информации о тех исполнителях, которые у них, скажем так, находятся в ближайшем резерве. И я думаю, что они особо расстроились из-за итогов результата этой встречи. Итак, победа Ливерпуля 1-0. Ну и последний поединок был между Оптимой и Фармой и Легеной. Он, честно говоря, для меня немножко неожиданный, поскольку, ну да, понятно, что Оптима и Фарм, она вроде бы как сильнее на данный момент, но не с таким же счетом, да, 4-0. Мне кажется, итоговый результат этой встречи несколько великоват для реального соотношения сил между этих коллективов. Это, наверное, говорит о том, что, ну, Легенда просто не настроилась, не собралась на этот матч. Мы знаем, что если они приезжают в хорошем составе, они, в принципе, могут вынести, ну, за исключением двух-трех коллективов, любую команду в первой лиге. Но в этот раз не произошло, упорной борьбы не получилось, они довольно безвольно проиграли с крупным счетом. А в Оптиме и Фарм 3 гола забил Деркач, то есть провел блестящий для себя поединок. Вот, мы поздравляем Оптима и Фарм. В принципе, так, если посмотреть на таблицу, то они теоретические шансы на первое место еще сохраняют. Ну, а по имеющейся информации на сегодняшний день они реально, в общем-то, уже, наверное, обеспечили себе место в высшей лиге, поскольку Арсенал отказывается переходить в высшую лигу, ну, на данный момент. А Сиа-2, понятно, что она туда не пойдет, поскольку это дубль команды, которая играет в высшей лиге. Так что, в общем-то, в Оптиме и Фарм уже, наверное, можно поздравлять с завоеванием потетки высшей свет, но сейчас им остается бороться просто за место на пятистале почета, ну, как можно выше. И в этом мы им напоследок пожелаем успеха, а с вами увидимся через неделю. Пока!